МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 29 ноября 1898 года в Белфасте, это Северная Ирландия, появился на свет человек, которому суждено было стать творцом прекрасных миров, куда увлечённо с радостью и удивлением взрослые дети путешествуют на протяжении нескольких десятилетий. И для многих эти путешествия становятся движением по дороге к единственно верной цели человеческой жизни. В своей хронике Нарнии английский писатель и богослов профессор Оксфорда Клайв Стейплз-Льюис создавал, чтобы поделиться радостью узнавания Христа, которая его самого настигла уже в довольно зрелом возрасте и больше никогда не покидала. Я предлагаю вам принять этот дар искреннего христианина Клайва Льюиса. Тем, кто с ним не знаком и никогда не бывал в Нарнии, цикл наших программ предоставит возможность и познакомиться, и побывать, и проникнуться, и полюбить. А для тех, кто уже вдохнул Нарнийский воздух и дышит им, я надеюсь, наши встречи станут просто радостью соприкосновения с тем, что любишь. Итак, Нарния — это волшебная страна, чья история от сотворения до конца уместилась в семь книг хроники Нарнии. В каждой книге главные действующие лица — это дети, которые попадают в Нарнию из нашего мира. Всякий раз это происходит по воле Льва Аслана, творца волшебной страны. И всякий раз детям предстоят увлекательные приключения и нелегкие испытания. Они совершают выбор между добром и злом, и тот же опыт на их примере приобретают юные читатели Нарнии. Но гораздо более глубоко понять замысел автора может человек, для которого Библия — это книга искреннего интереса и регулярного чтения. Собственно говоря, даже если чтение есть, а искреннего интереса нет, он-то как раз и может возникнуть в результате знакомства с Нарнией, которую пронизывает евангельский подтекст, а иногда и прямые аллюзии. Вот об этом я и мои друзья и хотим рассказать в цикле программ, посвященных хроникам Нарнии. В каждой, наверное, детской книге добро борется со злом. Поэтому можно сказать, что в той или иной степени проповедуются евангельские истины. Однако, как только встаёт вопрос о том, кто автор добра и зла, писатели, как правило, уклоняются от прямого, скажем так, ответа. Либо придуманы какие-то мифологические источники добра и зла, либо добро и зло представлены как две абстрактных силы. Две силы борющихся между собой. Ну и, как правило, ребёнок, конечно, выбирает быть на стороне добра, потому что именно оно обычно в конце всё-таки побеждает. Однако нередко бывает и наоборот, особенно мальчики, иногда им интересны, наоборот, силы зла. И даже интересно быть на стороне зла и попробовать, а не может ли оно всё-таки победить добро в какой-то степени. Если это две равнозначные силы, то, собственно говоря, почему бы играть не за белых, а за чёрных, как в шахматах. А на самом же деле мы, как люди взрослые, верующие, очень хорошо знаем, как опасна подобная позиция и каким перекосом, искажением в духовной жизни она в дальнейшем может привести уже взрослого человека. Вот, наверное, именно поэтому Льюис поместил в начале «Хроник Нарнии» именно книгу «Племянник чародея». Не только здесь в том дело, что хронологические события, история начинаются именно с этой книги. Дело ещё и в том, что здесь закладываются такие основополагающие понятия, как что такое на самом деле добро и зло, кто источник добра и зла, какова здесь роль воли человека в этом выборе и, конечно же, кто такой Господь на самом деле. В самом начале книги Поли и Дигари двое детей, двое друзей оказываются в окружении, казалось бы, полного зла. С одной стороны, у Дигари трагедия страшная в семье, у него смертельно больна мама, а что может быть страшнее для ребёнка, Дигари буквально подавлен, поглощён этим горем и невозможностью ничего-ничего для мамы сделать. Дальше они попадают во власть злого дяди Дигари, который является ещё и волшебником, колдуном, и он отправляет их, помимо их воли, обманным путём в иные миры. Вот эти другие миры у Льюиса – это, конечно же, всевозможные аспекты духовной жизни человека. Однако ребёнку совершенно не обязательно это сразу понимать, но ребёнок очень обычно верно чувствует и угадывает, что эти другие миры – это не другая планета с вымышленными инопланетянами или какой-то просто фантастический мир, а чем-то ему это очень хорошо знакомо и очень близко. Особенно верующие детки, конечно, сразу чувствуют. И вот в этих других мирах поли и Дигари попадают в некое пространство, в некий мир, один из миров, не наших, уже неземных, где они встают перед таким очень серьёзным испытанием первым. Они попадают в заколдованный замок, где все будто бы погружены в какой-то сон, как спящие красавицы немножко, только замок очень мрачный, совершенно такой полуразрушенный. И там они видят в одном из залов колокол, около которого лежит молоточек. И написаны стихи, говорящие о том, что если ты не ударишь в этот колокольчик, если не хватит у тебя смелости это сделать, то, пожалуйста, иди дальше, но мучайся потом всю жизнь, пока не сойдёшь с ума, думая о том, что же произошло бы, если бы я это сделал. И вот девочка Поли, которая в начале книги более чутка, она не хочет прикасаться к этому молоточку и умоляет мальчик этого не делать. Между ними даже завязывается драка, и мальчик достаточно жестоко ведёт себя с девочкой, которая на самом деле его друг, а здесь он хватает её грубо за руку, вырывает свою руку и всё-таки ударяет молоточком по этому колоколу, потому что ему страшно интересно исследовать, узнать что-то, что на данный момент от него скрыто, но может стать ему известным. И вот звук, тихий звук этого колокольчика, как описывает Льюис, сладкий, тихий звук, который начинает на одной ноте нарастать и нарастать до такого состояния, что дети уже не могут даже слышать друг друга, даже если они будут кричать, и рушатся стены замка, и просыпается страшная злая королева Джедис, она же белая ведьма в последующих книгах, которая является олицетворением дьявола, олицетворением зла. Таким образом, даётся потрясающе совершенно вообще понятие греха. Обычно деткам очень трудно объяснить, в чём опасность греха. И когда говоришь с детьми о грехопадении Адама и Евы, а здесь, конечно, совершенно явная параллель с этим событием, то трудно объяснить, ну, а как же вот, почему грех как снежный ком нарастал дальше, как же такие последствия страшные греха были, казалось бы, небольшого такого проступка Адама и Евы. А вот здесь, через этот образ звука, который из тонкого сладкого звучания приобретает всю большую-большую силу, мощность, оставаясь на той же частоте и высоте, но увеличиваясь по силе, несёт уже поистине разрушительный сшен действия, вот здесь как раз детям становится очень страшно и очень понятно, как маленький поступок может вызвать очень большой резонанс впоследствии. Примечательно, что этому звуку, несущему разрушение, в книге противопоставлен звук творящий, созидающий. Это песня, которой Лев Аслан создаёт страну Нарнию. Создаёт из ничего. Далеко во тьме кто-то запел. Трудно было понять, где это. Казалось, пение идёт со всех сторон, даже снизу. Слов не было, не было и мелодии. Был просто звук. Невыразимо прекрасный. Такой прекрасный, что Дигарь едва мог его вынести. И тут случилось два чуда сразу. Во-первых, голосу стало вторить несметное множество голосов, уже не густых, а звонких, серебристых, высоких. Во-вторых, темноту испещрили бесчисленные звёзды. Они появились не постепенно, как бывает летом, а сразу. Только что была тьма, и вдруг засветились тысячи звёзд, созвездий и планет, намного более ярких, чем в нашем мире. Если бы чудеса эти случились при вас, вы, как Дигари, подумали бы, что поют звёзды, и что к жизни их вызвал тот, кто запел первым. Первый голос звучал всё громче, всё радостней, другие голоса затихали, начинались прочие чудеса. В поле и Дигари видят Аслана, творящим Нарнию. Это необыкновенный момент, наверное, самый действительно любимый мой момент в этой книге, потому что Аслан поёт. У святителя Василия Великого мы читаем о том, что всё, созданное Богом, а мир создан Господом, Богом нашим, всё находится в постоянном движении, в постоянном развитии. Вот эта жизнь, энергия жизненная, заложенная Господом в этот мир, она не угасает ни на минутку, всё живёт, развивается и переходит одно в другое. И вот как объяснить это детям? Они же не будут читать Василия Великого, правда? Своими словами тоже может не получиться. А здесь пение. И на песню Аслана, на эту дивную мелодию, которая описана тоже необычно в книге, потому что это пение и в то же время не пение в мелодическом нашем понимании. То есть невозможно запомнить и подпеть эту мелодию. Однако на неё откликаются звёзды, на неё откликаются деревья, трава, и всё каким-то образом начинает тоже звучать в единой общей какой-то гармонии. Но здесь, конечно, у взрослых читателей возникают сразу ассоциации ещё и с Аристотелем, Пифагором, которые писали о звучании небесных сфер. И наши святые отцы никогда, в общем-то, нигде эту мысль не отрицали. Она не противоречит никак священному писанию. Действительно, всё, созданное Богом, звучит каким-то таинственным образом, существует в единой гармонии. Того, кто песней творит мир Нарнии, девочка Поли, мальчик Дигари и их невольные спутники, злая колдунья, чародей-самоучка дядя Эндрю, а также добрый Кэбмен и его лошадь, так вот огромного льва они увидели не сразу, а лишь когда на небе впервые появилось молодое, смеющееся от радости солнце. Очень показательна реакция перечисленных персонажей на встреченного ими творца. У тех, кто добр и честен, он вызывает священный трепет, а у злодеев ужас. Реакции эти вроде бы и схожи, но, согласитесь, они прямо противоположны друг другу. Вот ещё один повод для разговора о том, что огонь и свет божественной любви согревают и освящают тех, кто стремится к Богу, и попаляют тех, кто всячески ему противится. А сейчас, я думаю, пришла пора для одного из самых важных комментариев, актуального для каждой из семи хроник Нарнии. Может, на первый взгляд, показаться странным, почему лев. Но для детей, для взрослых, хорошо знающих Ветхий Завет, лев – это действительно ветхозаветный символ Христа Спасителя. Господь родился из колена Иудина. А Иаков, праотец Иаков, называет своего сына Иуду Иуда лев, он как лев и как львица, от добычи он восстал и предсказывает, что из его рода придёт примиритель, у которого в руках будет суд над народами. Поэтому тут как раз-таки у человека верующего, знающего Священное Писание вопросов вообще не возникает, почему лев, почему образ Христа передан через образ льва, ну а познакомившись с Асланом и ребёнок, и взрослый, знающий Евангелие, любящий Господа, без какого бы то ни было принуждения со стороны автора узнаёт, конечно же, Господа. И сердце трепещет и радуется, потому что невозможно описать как, для этого надо читать просто хроники Нарнии, но это действительно Господь. Это Господь, смотрящий на тебя со страниц Нарнии в другом несколько облике, недаром Аслан говорит, что детям в другой уже книге «Хроник» и другим детям, что «в вашем мире у меня другое имя». Это обычно очень трогает маленьких читателей, и буквально слёзы на глазах у них показываются, и они радуются, что они правильно узнали, они правильно угадали, что это именно Христос. Пусть и не очень многое, но очень важное можно узнать о Боге из этой книги. То, что Бог есть любовь, то, что в нашем страдании Бог рядом с нами. Из-за необдуманных действий Дигари в Нарнию, сотворённую Асланом и населённую говорящими животными, проникает колдунья. Это символ дьявола. И теперь именно мальчик, сын Адама, как его называют здесь, должен послужить тому, чтобы юная страна получила надёжную защиту. Лев поручает ему добыть плод, из которого вырастет дерево, могущее на долгие годы обезопасить Нарнию от козни злой колдуньи. И здесь Дигари подстерегает искушение. Не может ли чудесный плод исцелить его смертельно больную маму? А если может, не вернуться ли с ним в свой мир, минуя льва? Прослеживается в этой сюжетной линии и тема причащения во исцелении души и тела или, наоборот, недостойного в суд и во осуждении и намёк на грехопадение первых людей. Мальчик это искушение побеждает и отчасти помогает ему в этом разговор, который происходит между Нил и Асланом, когда тот посылает его на поиски заветного плода. Отвечая «Да», Дигари думал о своей матери и о своих надеждах, и об их крахе. И потому всё-таки прибавил, глотая слёзы, едва выговаривая слова. «Пожалуйста, вы не могли бы как-нибудь помочь моей маме?» Тут с горя он первый раз посмотрел не на тяжёлые лапы льва и не на огромные когти, а на лицо. Не он, не мы, не скажем, морда. Я несказанно удивился. Левиные глаза были полны сверкающих слёз. Таких крупных, словно лев, больше горюет о его маме, чем он сам. Хочу прочитать вам ещё один диалог между мальчиком и Асланом. Думается мне, что полезно его вспоминать и перечитывать, готовясь к исковеди. «Сын Адама», — сказал лев, «Расскажи добрым зверям, почему в моей стране оказалась злая колдунья». Дигоре хотелось ответить иначе. Мыслей десять мелькнуло в его мозгу. Но он тихо сказал, «Я привёл её, Аслан». «Зачем?» «Хотел убрать её из моего мира». «Как она очутилась в твоём мире?» «С помощью волшебства». Лев молчал, а Дигоре, понимая, что сказал не всё, продолжил. «Это мой дядя виноват. Он загнал нас хитростью в другой мир, дал волшебные кольца. Мне пришлось туда отправиться, потому что Поле он послал первую. А в таком месте, он называется Чарн, мы встретили ведьму». «Встретили?» — переспросил Аслан, и голос его немного походил на рычание. Она проснулась. Дигоре побледнел и сознался. Я её разбудил. Я хотел узнать, что будет, если позвонишь в колокол. Поле не хотела. Она не виновата. Мы с ней даже подрались. Я знаю, что нельзя было. Наверное, меня заколдовала надпись. «Ты и правда так думаешь?» — тихо спросил Лев. «Нет», — сказал Дигоре. «Не думаю. Я и тогда притворялся». Как вам? По-моему, здорово. И это не только про Дигоре, как и многое другое в книгах Льюиса. Правда же?» И вот такая сразу же острая параллель зло, которое несёт разрушение, которое на самом деле беспомощно, комично и временно. И вечность, вот эта звучащая вечность, исходящая от конкретного лица, сила, которая животворит. Вот это главное такое сообщение этой книги, которое и правильно настраивает деток на их духовные поиски и на их духовную жизнь. Ну и, конечно, приключения необыкновенные, которые там есть. Да и сама личность Аслана уже побуждает деток читать. И читать, конечно, дальше. И узнать, что же будет в следующих книгах хроник. Добавлю к этому лишь то, что если вы смотрели фильм «Лев, колдунья и платяной шкаф», то Дигоре вы видели. Правда, ему там значительно больше лет, чем в первой книге. Это тот самый старенький профессор Кирк, в доме которого Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси залезли в платяной шкаф, а попали в Нарнию. Но об этом мы поговорим в следующем выпуске нашего цикла. Субтитры создавал DimaTorzok